Нашли такой компромиссный вариант, не ЛНР, ДНР, не сепаратисты, поскольку сепаратисты, зачем тогда сепаратисты, террористы с ними вести переговоры, с кем вы видите, да? А если, да, поскольку и Платинский, и Захарченко пригласили, даже сам факт того, что террористы, я уже сейчас спокойно беру это слово в кавычки, большие кавычки, потому что террористов пустили в президентский дворец Республики Беларусь, дворец независимости, где были собраны, но на секундочку, 4 лидера больших государств. И в этом месте, вообще даже просто в одном здании находятся террористы. Я думаю, что это недопустимо с точки зрения международной дипломатии, но не допустила бы Франция, чтобы те террористы, которые расстреляли сотрудников Шарли, Шарли, да, чтобы они находились вообще, ну как это, это несовместимо. Поэтому я беру в кавычки слово террористы, если бы террористы только летели, их надо было бы уничтожить как террористов на подлете. Но тем не менее, я вот пролистаю немножко вниз, да, и покажу, что здесь есть подписи террористов, если не ошибаюсь, нет, или не здесь, внизу, да? Это вот здесь. Да, вот в самом низу. Вот здесь. То есть заключительная часть такая же, как и в предыдущем документе, то есть в том, что мы знаем как Минский протокол, но только здесь, опять-таки, второй президент Украины. Хотя, когда сообщалось о том, что принимает участие полномочный представитель от Украины, вот в титулатуре Леонида Кучмы добавилось. Ну что ж, итак, мы вот в первом пункте, что все-таки не террористы, да? Вот нюанс, еще один нюанс такой, как бы, но изначально была информация, что в течение 48 часов, и в связи с этим было понимание, что вот четверг, пятница, а дальше должно быть наступить перемирие. Но, по-видимому, в связи с процедур, с необходимостью еще дальше согласовывать какие-то вопросы. Организационные вопросы. Организационные вопросы. Это же надо вывести приказы, естественно, провести переговоры. Да, то есть получается, что после сегодняшнего дня 48 часов. И вопрос, интрига, которая, в общем-то, возникла вчера, а была ли, то есть тогда еще будет ли непосредственное общение руководителей четырех государств с Захарченко и Плотницким. То есть понятно, что этой информации мы никогда не узнаем. И мы не знаем, было ли. Мы можем только догадываться. Но возможности для этого были. Моя версия, что не могло такой встречи не быть. Официально? Перед камерами? Нет, официально ее не было. И не могло быть. И не могло быть, да, да. Но сам факт присутствия там Захарченко и Плотницкого говорит о том, что вся четверка, а это значит Меркель, Оланд, Путин и Порошенко, и Порошенко признали фактически, что они не есть террористами.